Потому что у него корабль большой, особенно морской, остановите так вот раз-два, Вася, стой, и не пейте. Если вы управляете судном, маломерным судном, хочется выпить, да, знаю, хочется, но нельзя. Как есть такое, знаете, вот если текст, знаете, гиперссылка, ладошка появляется. Вот так вот, как вот открываете, и там вот подносите к словам правила, и так хоп, ладошка. Следующее. Плавание. На воде. Пароход, яхта, неважно что, на Волге, катера, они источники повышенной опасности. Они, конечно, не так быстро едут, как самолеты, но опасность может быть достаточно большая. Какие здесь есть составы административных правил нарушения, их тоже, их несколько, несколько статей. Первая статья, это правила плавания, нарушение правил плавания. Например, вот такой знак. Что он означает? Это якорь. Да, якорь. По-моему, на тело-тенчик. Да, вот что же. Можете по-моему, на дыше. Нет, купа, плавать есть такое. Может, там причала нет, останавливается якорь? Якорная стоянка запрещена. То есть там что-то с грунтом, нельзя остановиться на якоре. Это правило. Если кто-то встанет на якорь в этом месте, там улезет. Или, например, речное мореплавание. Там очень там, как корабли, ну, как сделать, чтобы они разошлись. То есть там у них есть красный сигнал, зеленый сигнал. Этот с этой стороны ходит, этот с этой стороны проходит. И у них есть правила. Если кто-то нарушает эти правила, даже никаких последствий нет. Все нормально, разошлись. Но того накажут, того капитана судна, который нарушает правила на воде, накажут. Там очень серьезно еще. Потому что у них корабль большой, особенно морской. Остановить это вот раз-два, Вася, стой, не получится. Он будет очень долго еще идти. И те катастрофы, которые случались, случались в основном из-за того, что не обращали внимания на эти правила. Вот так и так пройдет. Следующее. Без прав. Это то же самое, что у полета. То есть там необходимы определенные разрешения, как водительское удостоверение. Есть маломерные суда, большегрузные суда. Должно быть у капитана удостоверение. Если удостоверения нет, это административное право нарушение. Ну и последнее. Кстати, оно есть и в полетах. Но я тут не стал об этом говорить, потому что очень страшно. Это нахождение в алкогольном опьянении. То есть, если вы летите куда-то, то лучше не пейте. Если вы управляете судном, маломерным судном, хочется выпить, да, знаю, хочется, но нельзя. Я шучу, я не знаю, но думаю, что, судя по тому, что я много видел капитанов пьяных, то что-то у них там такое срабатывает, хочется. Но это нигде, потому что, опять же, это источник повышенной опасности. Вот, что касается... В этом году, да, вот я летом просто не в Лаграде был, кто-то тут у ТОП у нас. Ну вот, адвокат сказал мне, что не виноват его клиент. Что-то там, я не знаю, что-то там произошло. Ну вот, какие-то правила... Депутат, да, какой-то там? Депутат, да, в Калачевском районе. Депутат, в Украине, да. А, винили не того. А винили того, кто... Пристань чьей-то как-то... Ну да, нет, он охранял, что ли, нет. И в то время его там не было. У него на стоянке стоял капиткатер. Ну вот, я уверен. То, что он выпустил судно... Без, без, без... Вот, тут, смотрите, какая разница, чтобы... И дальше мы будем много раз с этим встречаться. Поступил неправильно, ничего не произошло, административка. Поступил неправильно, что-то произошло, какой-то вред есть у уголов. Ну, условно. То есть, административное как бы предупреждает. Вот так делать нельзя. Все, по поводу воды, пожалуйста. Ну, а что получается? Земля, воздух, вода, прям как-то гороскопы. Что еще осталось? Огонь. О, такси это будет огонь. Такси будет огонь. Вот, и потом еще безбелительники. Это вообще... Да, вопрос? Да, вопрос. Вот плавание. Там, ну, например, лодка моторная. Там же не нужны в воде права. Разве не нужно? Это вы так вот думали, что нельзя, не надо права. Конечно, не нужно. Она даже подлежит регистрации. У моторной лодки должно быть регистрация и должно быть, конечно, правило управления, конечно. Ну, они тоже должны быть, как водительщики, права или что-то? Ну, я их... Нет, нет, нет. Только хотел сказать, что я их не видел. Я их видел, но не знаю, какие там классификации. Конечно, там что-то типа водительских удостоверений. Они должны проходить курсы, то же самое. И вы их получаете. Да, сейчас было. А если ты решил на обычной лодке половить рыбу, все, в основном, у тебя что, тоже нужно удостоверение? Не моторное? Нет, ну, там есть маломерные суда. Не для всех маломерных судов нужны удостоверения. Она имеется в виду с механическим двигателем. Если вы так вот гребете, что можете там развить скорость 60 узлов, не-не, так можете. Круг надули, сели и вот так, и без удостоверения, на середину Волги. Вас тогда просто по другой статье. А вот смотрите, водная мотоцикл, да, например, на отдыхе. Там же любой человек может попкнуть. Вот, я просто, что полицея никто не видел, здесь никто не знает, берешь, распечатываешь и пускать ее. Едешь в Сочи. Конечно же, механическое средство. Куда? Куда сел? Ты куда сел? А вот насчет технических, то есть корабль уже должны проверять, как-то, ну, на полное соответствие, что там нужно. Ну, там, знаете, там есть такой, знаете, вот, если текст, знаете, гиперссылка, такая ладошка появляется. Вот так вот, как вот открываете, и там вот подносите к словам правила, и так, хоп, ладошка появляется. То есть, это называется у нас в праве корреспондирующая статья. То есть, они корреспондируют нарушение правил таких-то, таких-то. И надо смотреть эти правила, и если те правила будут нарушены, тогда вот эта статья есть. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, есть еще вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.